А вот и фиолетовый кристалл, сейчас мы его попробуем собрать. Так, поближе, 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 как-нибудь, можно, можно, можно. Эх, далеко. Интересно, с сидушки я подпрыгну или нет? Всем привет! Мы продолжаем играть в Триленс, выполнять квесты и строить промышленную базу. Мне осталось собрать персики и ежевику. Эти два фрукта и ягоды я еще никак не могу найти, но кажется, что персики вот-вот у меня окажутся в кузове. Вы посмотрите, сейчас я заеду на сопку и там будет небольшое деревце с оранжевыми фруктами. И мне кажется, что это все-таки персик. Ну я сейчас поближе подъеду и мы точно узнаем. Да как так? Вы что, издеваетесь что ли? Ну нет, ребят, ну как это возможно вообще было? Я только приехал, приготовился, снял перчатки, чтобы посмотреть, что это за фрукт. И оно бац и исчезает. Дьявольские промыслы. Вы посмотрите, что это за маленькое дерево здесь? Это, ребята, кумкват. Я не знаю, что это за ягода или фрукт это вообще. Я не имею даже представления, что это такое. Я такое никогда не ел, но давайте это соберем и посмотрим, сколько нам за это дадут. Этот кумкат растет один такой маленький среди апельсинов. Интересно, почему так? Может быть это какая-то разновидность цитрусовых? Нужно будет потом заглянуть в Википедию. Откуда ни возьмись, появился этот челдобрек. Ладно, валим отсюда. Он какой-то багаюзер. Еще не дай бог, как в прошлый раз перевернет мне тачку. А мне этого не нужно, так что валим отсюда по-тихому. Вот так вот. Пускай он там один-одинешенько тусует. Также предлагаю собрать еще груши или что это? Да, это груши. Давайте соберем груши. Хотя я вспомнил, что груши стоят не так много, поэтому я их чуть-чуть буквально собрал и решил поехать дальше. Посмотреть, что же скрывает другие части Трилэнс. И встретил... Вы посмотрите. По-моему, это тот самый персик, который от меня улизнул. Да! Офигеть! Наконец-то я их нашел. Ну, давайте собирать тогда персики. У меня тут какой-то микс из фруктов. Получается, в кузове моего оффроуда. Так, сейчас я все... Правда, блин, что-то совсем тут их маловато. Видимо, кто-то до меня тут все собрал. Ну, ничего. Радуемся тому, что у нас тут имеется. И, ребята, как бы это плачевно не было, вроде бы персики я уже собрал все. Все, что тут можно было собрать. Остатки, так сказать. И кузов моего оффроуда уже был наполнен. Так что, едем отсюда. И там как раз начали появляться новые персики. Это прям закон подлости. Ладно, валим. Валим, пока они тут не начали вырастать очень активно. Чтобы я сильно не расстроился. Быстрее едем отсюда. Воу, а где деревья? Почему-то нет центрального дерева. Боже что, ну, неужели его сперлили? А, наверное, игрока нету. Поэтому половина дерева только. Вы только посмотрите, сколько витаминов у меня в кузове оффроуда. Ух, я бы это сейчас все съел. Ну что ж, ребята, кумкат стоит 20 серебра. Это очень круто. Персики стоят 7 серебра. И в итоге я получил 345 серебра. Круто. Блин, ну этот кумкат, он очень дорогой. Он, знаете, он как лимон. Очень редко где растет. Но стоит очень приличных денег. Скоро уже стемнеет. Но я предлагаю съездить еще раз за персиками. И набрать сколько мы успеем. Прикольно. Мой подписчик приехал на невидимой машине. И кидает. Фрукты в невидимый кузов. Офигеть. Я, видимо, чего-то такого съел, что меня сейчас так таращит. Это же какой я персик-то съел, что меня так таращит. Эй-эй-эй, подожди, подожди, персик, подожди, не катись, не катись, подожди меня. Да блин, я так далеко, я до самого города с ним могу добежать. Где мое нитро? Фух, наконец-то я его догнал. Хотя можно было забить на него. Не, ну вы только посмотрите на это. Где он сидит? А если он еще поедет, это вообще будет прикольно. Невидимый автомобиль. Это же мечта каждого секретного агента. Как ты здесь оказался? Эй, что за фокус? Так, и сколько же персиков я насобирал сегодня? 22 персика. И нужно мне... Осталось 10 персиков, ребята, до завершения квеста. Так что поехали, насоберем их по-быстренькому. Только что подписчик протащил на руках мою машину. Залез мне под капот, поднял и потащил ее. Есть, квест с персиками мы выполнили. Остался с кристаллами, с арбузом и ежевикой. Погнали за кристаллами. Я попросил одного из подписчиков поднять меня на своем вертолете. Попытаюсь взять один фиолетовый кристалл. Надеюсь у меня это получится. И я смогу продать его и посмотреть сколько же за него дают денег. А вот и фиолетовый кристалл. Сейчас мы его попробуем собрать. Так, поближе, поближе, поближе как-нибудь. Можно, можно, можно. Эх, далеко. Интересно, с сидушки я подпрыгну или нет? Сейчас попробую по-другому. Вот так вот. Тихо, 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 тихо. Опа-на! Есть! Фиолетовый кристалл у меня есть. Здорово. Так, осталось машин найти. Машина. Все. Один красный кристалл, который мне необходимо было, я его собрал. И фиолетовый я тоже собрал. Возвращаемся на базу. Ооо, фиолетовый кристалл стоит 150 серебра, ребята. Офигеть, 150 серебра фиолетовый. Жесть. Это на данный момент самый дорогой кристалл, который я продавал. Вообще. И я как раз выполнил квест за красные кристаллы. Теперь я могу построить станцию по добыче золота из красных кристаллов. Ну что ж. Пойдемте и построим его. Пойдемте и построим его. Воу, я что-то купил не то. А ведь я всего лишь навсего хотел светлячков, а не шкаф. Вот то, что мне нужно для освещения. Самое скромное и простое. Издалека смотрится как будто у меня взлетно-посадочная полоса. Мы застроили полностью второй промышленный этаж. И теперь нам необходимо построить третий. Ну что, ребята. Вот такая вот у меня промышленная база получается. Осталось достроить еще два цеха по добыче голды. И это у меня будет ежевика и арбузы. И все. Тогда моя промышленная база будет полноценно построена. И дальше можно будет развиваться, ну, в мое удовольствие. Чтобы покайфовать. Там различные всякие парапланы, лифты. Я не знаю, что там еще. Пушки. И много-много-много всего другого. Ну и естественно и крутые тачки еще нужно купить будет. Вот. Ну а на этом я закругляюсь. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Удачки. И до новой серии. Субтитры подогнал Игорь Негода.